Очередная атака в американской школе. 10 человек погибли, еще 10 были ранены. Подросток открыл огонь по одноклассникам в городке Санта-Фе, это штат Техас. Почему никто из преподавателей не усмотрел опасных симптомов в своем ученике, выясняли наши корреспонденты. В старшей школе техасского городка Санта-Фе только начинались уроки. Злоумышленник ворвался в класс и открыл огонь по ученикам. 9 детей и учитель погибли на месте, еще 10 отвезли в больницу. Никто и не подумал, что это была настоящая стрельба. Все решили, что это просто тренировка. Но вдруг мы слышим три выстрела, громкие взрывы, а учителя говорят нам бежать. Я и мой друг убежали в лес, чтобы спрятаться. Оттуда я и позвонила маме. Стрелком оказался ученик той самой школы, 17-летний Димитрио Спагурцис. По словам местных властей, после стрельбы юноша хотел совершить самоубийство, но не хватило духу. И поэтому сам сдался полиции. Ружье и пистолет он взял у своего отца. На территории школы также обнаружили самодельные бомбы из железной трубы. Почему Димитриос открыл огонь, пока неизвестно. По словам одноклассников, он был очень тихим, а в соцсетях регулярно публиковал фотографии оружия. На одном из последних снимков Димитриос запечатлен в футболке с надписью «Рожден убивать». Невозможно описать степень злоба того, кто мог расстрелять невинных детей в школе, куда родители приводят их учиться и уверены в их безопасности. Одна из самых прискорбных вещей этой трагедии – то, что в отличие от других подобных случаев, здесь не было никаких тревожных признаков. Обычно в подобных случаях мы получаем предупредительные сигналы красного уровня, но тут их не было, либо они не вызвали опасений. В Белом доме заявили, уже ищут способы, чтобы обезопасить детей по всей стране и предотвратить подобные случаи. Отреагировал и Дональд Трамп. Мы внимательно следим за ситуацией, и федеральные власти координируют действия с местными чиновниками. Мы скорбим о погибших и выражаем нашу поддержку и любовь всем, кто пострадал от этой ужасной атаки. Стрелок уже под стражей. Подростку выдвинули обвинение в тяжком убийстве и отказали в праве выйти под залог. Виталия Кушмирук. Подробности телеканал Интер.